Приветствую вас по физическим соображениям. Я не буду засчитывать вопрос, потому что мне не кажется, что автор вопроса хотел бы, чтобы некоторые сведения, так скажем, стали известны. Вот. Поэтому я не буду его засчитывать. Вот. А я просто скажу в общих чертах, чтобы речь идет о некоторых фактах, которые и автор вопросов хотела бы скрыть. Вот. Это из прошлого. Вот. И, соответственно, теперь она боится, что об этом узнает. Вот. Узнает ее близкий, близкий человек. Узнают об этом на работе. То есть автор вопроса переживает. Вот. И, соответственно, спрашивают, что делать, говорить ли об этом своему мужу. Вот. Что делать, если об этом узнают на работе. Вот. Автор вопроса хочет в данном случае совет. Вот. При том, что некоторые уже знают, то есть ее знакомая знает об этом. Вот. И, соответственно, это вызвало довольно серьезную негативную реакцию с ее стороны. Вот. Автор вопроса облили грязью. Вот. И, соответственно, соответственно, автор вопроса спрашивает, что ей делать и как вообще себя вести. Вот. Вот. Смотрите. В чем здесь, на мой взгляд, заключается основная проблема? Одна проблема заключается, конечно, в том, что в том, как, точнее, вы сами в целом реагируете на эту ситуацию. Вот. То есть, если вы сами реагируете на эту ситуацию, ну, так скажем, чувством вины, да? Вот. Вот. Если вы сами реагируете на эту ситуацию, так скажем, негативно, да? Вот. Если вы сами испытываете определенное чувство вины из-за этого, то и люди, соответственно, тоже будут реагировать на это вот так. То есть, сейчас самое главное вам увидеть, что как таковой вины на вас нет и вообще-то быть не может. Вам важно увидеть это. Вам важно увидеть, что, ну, что вы себя вините по факту сейчас. И самая большая проблема заключается именно в том, что вы себя обвиняете. Вот. Потому что вы сами считаете, что сделали что-то ужасное, сделали что-то неправильно. Это было очень давно. И, конечно, люди с большим удовольствием будут вас обвинять. Вот. Особенно, если вы обвиняете себя. То есть, вам, по сути, дают именно ту обратную связь, которую вы сами проецируете, переносите на эту ситуацию. Вот. Сами люди нового, то есть, ну, свою собственную реакцию, практически не транслируют. Вот. То есть, понятно, что, ну, вот, в определенной степени, да, понятно, что вряд ли бы это встретило бы одобрение. Вот. Ну, я думаю, что это совершенно очевидно. Вот. Что одобрение это вряд ли бы встретило. Вот. Но реагировали бы люди, да и вы, вы сами. Вот. Гораздо спокойнее и легче, если бы вы не испытывали чувство вины. Вот. Чувство вины в любом случае, вот так же, как и ваша тенденция, ваша тенденция к тому, чтобы оправдываться, вот, существенно, ситуацию усложняет. Вот. Что я могу здесь сказать? Ну, в первую очередь, я могу, наверное, сказать о том, что чувство вины возникает как правило. В результате привычного нарушения личных границ. Вот. То есть, когда, когда я привык, ну, например, бояться, когда я привык бояться, допустим, того, что меня могут осудить, что меня могут оценить, что меня могут, допустим, бросить, вот, так скажем, то, когда я этого привык бояться, вот, а на мой взгляд, на мой взгляд, вы этого боитесь, то, конечно, ситуация выглядит, ну, мягко говоря, нехорошо, потому что вы здесь в этом смысле выступаете, ну, выступаете, к сожалению, вот, ну, с такой позиции, да, позиции, я бы сказал, такой зависимой. Вот. Связано это, конечно, в первую очередь с вашей самооценкой. Вот. Связано это, конечно, с тем, что вы не отдаете, ну, по-видимому, себе отчета в то, чего вам хочется. Вот. То есть вы не отдаете себя отчета в, ну, своих, своих желаниях, в своих, так скажем, потребностях, да, вот. И не замещаете их до, условно говоря, некой такой, ну, некой такой критической точки, вот, когда это уже, ну, становится невозможно не заметить. Вот. То есть проблематика, проблематика здесь, она достаточно очевидна, как мне кажется. Вот. И работать нужно, в первую очередь, на мой взгляд, с этим. С тем, чтобы вы перестали, обрестно говоря, себя винить. И, ну, как-то, ну, признали свои желания, да, признали свои потребности, вот. Признали, эээ, то, что вы не идеальны, вот. То есть, грубо говоря, перестали, эээ, перестали бы сами себе врать, вот. Сейчас, на мой взгляд, именно это и происходит. То есть, сейчас происходит, на мой взгляд, именно то, что вы себя обманываете. Вот. То есть, вы пытаетесь, эээ, как бы, как бы, эээ, ну, казаться, а не быть. Ну, вот. Естественно, это, эээ, означает признать свое несовершенство. Вот. Естественно. Это означает, что вам необходимо признать то, что вы несовершенны. То, что вы можете, ну, в принципе, ошибаться. Вот. То, что вы можете, эээ, делать какие-то вещи, которые, ну, может быть, вам не свойственны. Вопрос не в этом, вопрос в том, ээээ, чего вы хотите в этот, в этот момент. Эээ, вот, что является, эээ, самым главным. Потому что если вы, грубо говоря, не находитесь в момент, когда принимаете какие-то решения, если вы не находитесь в этот момент сами с собой в контакте, если вы не внимательны к себе в этот момент, то, естественно, возникают довольно серьезные трудности. И вы испытываете серьезные проблемы с тем, чтобы, так скажем, нести ответственность за свои действия. Когда я не внимательен к тому, что я делаю, когда я не внимательен к тому, что происходит, когда я не внимательен к своим переживаниям, когда я не внимательен к тому, чего я хочу, возникают вот как раз такого рода проблемы. То есть они в этом смысле достаточно естественны, они в этом смысле достаточно логичны, но вам, конечно, от этого не холодно, не горячо, что в принципе тоже вполне нормально. Вот. Поэтому здесь стоит обратить внимание на то, какого рода отношения, да, я выстраиваю с людьми. Ну вот вообще, в целом. Какого рода это взаимодействие, вот. Потому что одно дело, если вы выстраиваете отношения доверительные, вот, одно дело, если вы выстраиваете отношения, ну, как бы естественные, одно дело, если вы выстраиваете отношения там, где и вы, и ваш партнер можете быть, так скажем, собой. И совсем другое дело, если вы выстраиваете отношения, где, как бы, сами пытаетесь, ну, быть, вот, быть кем-то, да, быть, быть, так скажем, какой-то, вот, и где в этом смысле другие люди также получают, вот, я бы сказал, ну, подобную необходимость. Вот. Просто потому, что это необходимость, например, есть у вас. Таким образом, таким образом, именно на эти аспекты, на мой скромный взгляд, имеет смысл обращать вам свое внимание, вот, потому что это является определяющим фактором, да, определяющим аспектом, в том, как вы себя, например, по жизни ведете. Безусловно, все люди делают ошибки, безусловно, люди совершают такие поступки, за которые им может быть стыдно, за которые, ну, которые они не хотели бы, чтобы в их жизни были. Но вы боитесь быть брошены из-за этих поступков, вот, вы боитесь, что вас бросят, вы боитесь, что, ну, образно говоря, не справитесь, вы боитесь, что вы останетесь одна. Такое обесценивающее в каком-то смысле восприятие себя требует, конечно, коррекции, вот. Потому что, именно благодаря такому подходу, вы будете, вы имеете все шансы на то, чтобы и дальше так же, ну, скажем так, поступать, вот. То есть, сейчас вас эта ситуация, например, доведет, да? Сейчас эта ситуация, например, ну, как-то вот вас до определенного предела накалит, вот. И после этого вы снова можете совершить то, что потом сами же с легкой руки назовете глупостью, вот. Назовете чем-то ужасным, чем-то аномальным, чем-то неприятным и так далее, вот. То есть, очень важно до таких, как бы, до таких состояний себя не доводить. Но, чтобы не доводить себя до таких состояний, необходимо о себе заботиться, вот. Если мы говорим о заботе, да, то есть, если мы говорим о том, что о себе нужно заботиться, например, если мы говорим об этом, то мы говорим в первую очередь о принятии своих ограничений, вот. Мы говорим в первую очередь о том, чтобы более адекватно, более реалистично смотреть на себя и, так скажем, ну, свои возможности, вот. Сейчас, как вы сами можете видеть, сейчас, как вы сами можете заметить, к себе вы и так не относитесь, вот. То есть, сейчас вы относитесь к себе вот таким образом, что я совершил что-то плохое, я совершил что-то ужасное, вот, и теперь у всех людей есть, там, грубо говоря, на меня, на меня, ну, скажем так, компромат. Вот, вот, и ситуация эта не изменится от того, от того, что вы, скажем так, придумаете, что можно сказать своему мужу или знакомому. Я думаю, что помимо чувства вины, вот, которое, кстати говоря, которую я, кстати говоря, в целом-то, в целом-то, ну, ну, нормально, которое, кстати говоря, в целом естественно, то есть естественно испытывает чувство вины, естественно, его, ну, так скажем, переживать, вот, но не совсем естественно, как бы, чтобы оно существенно ухудшало ваше качество жизни, а мы видим, что качество жизни ваше достаточно сильно ухудшается, вот, и да, это все, естественно, происходит системно, то есть ситуация, которая произошла, она не является какой-то аномальной, она является продолжением в целом вашей, ну, скажем так, политики, вашей жизненной стратегии, вот, и, в общем и целом, ситуация вполне себе, я бы сказал, хоть и неприятная, да, но логичная, то есть вряд ли бы вы могли, ну, поступить как-то иначе, вот, то есть это тоже, вот, в свою очередь вам необходимо понимать, это тоже вам необходимо учитывать, вот, могла ли я поступить иначе тогда, могла ли я поступить по-другому, я думаю, что вы достаточно легко ответите себе на этот вопрос, вот, потому что вы, на мой взгляд, знаете на него ответ, вы знаете, что вы не могли поступить по-другому тогда, когда совершали те или иные поступки. На мой взгляд, как я уже неоднократно говорил, самое важное не то, какие вы поступки совершаете, самое важное не то, оцениваются ли эти поступки, да, как что-то плохое, или как что-то такое вот, негативное, а, на мой взгляд, самое главное, это то, чего я хочу, чего я хотела, когда так, так, ну, так делала, когда я так поступала, вот, чего я хочу, чего я хотела. Вот это, на мой взгляд, является самым главным. И если вы не уделяете этому внимания, если вы не внимательны к себе, к своим потребностям, а потребности всегда гораздо более, ну, гораздо более глобальны, что ли, нежели чем конкретные действия, направленные, казалось бы, на реализацию этих потребностей. Вот, вот, если вы не будете замечать то, чего хотите, ну, например, да, допустим, ваш, ваш поступок, который вы, по вашим словам, совершили 10 лет назад. Это был поступок, ну, вероятно, человека, либо отчаявшегося, либо человека, который тогда для себя считал это приемлемым. То есть вы считали для себя это приемлемым, и вы так поступили. Либо вы чего-то очень хотели. Вот обычно, когда речь заходит о таких ситуациях, я всегда стараюсь обратить внимание человека на субъективный фактор, на субъективный аспект. Вот, да, то есть, не случайно же это случилось, да, не случайно же вы так себя, ну, повели. Вот, вы хотели, ну, чего-то, вы хотели что-то сделать, у вас были желания, да, у вас были потребности. Вот, и, соответственно, вы, как бы, выбрали, ну, и лучший для себя, очевидно, способ это реализовать. Потому что другого, лучшего способа, другого способа не было, на тот момент. Поэтому замечать свои желания, замечать свои потребности, замечать свои чувства. Это первоочередная задача и первоочередный навык, который вам необходимо освоить. Как необходимо вам в том числе освоить навык, возможности быть собой и реагировать на, ну, на себя. Ситуацию именно своей реакцией, то есть, именно своими чувствами и открыто об этом заявлять. Вот. Совсем не обязательно, что эти чувства будут хорошими. Совсем не обязательно, что эти чувства будут приятными. Совсем не обязательно, что эти чувства будут всегда нести, ну, какое-то облегчение. Но вы получите возможность быть собою, вот. Как мне кажется, это очень важный момент, возможность быть собой. Сейчас вы собой не являетесь, вот, и, на мой взгляд, ваши страдания, тревоги, в целом, в основном связаны с восприятием себя. И вот именно его восприятие себя нужно корректировать. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, а желаю вам всего самого доброго и удачи. Вы большая молодость, что заговорили об этом, но советов психологи не дают, и чтобы примерно понимать, что можно сказать, например, вашему мужу, нужно лучше знать вас, его и характер вашего взаимодействия. Все это, конечно же, проясняется на консультации. Удачи вам, всего самого доброго. Спасибо. Спасибо.